Приветствую, подпишем. Сейчас еще раз встану. Иди сюда, дружка, ближе. Так, налетай. Ладно, погнали. Так, пацаны, давайте делитесь своими булитами. С кого начнем? Вот, Андрюх, давай с тебя, раз я на тебя смотрю, официальный матч ПХЛ. Какие у тебя есть наработышки? Ну, смотри, какой вратарь. На самом деле, прям вот, чтобы знать булит до того, как ты его пробьешь, это такое, у меня редко бывает. Я смотрю по рутрю, как он движется. Есть парочку? Сейчас попробую показать. Ну, давай, сначала показывай. Мы с Михаилом посмотрим, оценим. Забивать не обязательно. Ну, как не обязательно? Играем. Красивое движение. Ну, так же. Не, потом сыграем на булит. Ну, если вратарь так будет стоять, то я точно не забью. Кстати, на удивление точно получилось. Было бы забавно, если бы он прыгал. Не слышал о новых супергерорских клюшках? Фатальная ошибка. Два запоминающихся дизайна, которые понравятся детям. В размере UTH, Ghost и Hell Rider. Длина клюшек 42 дюйма. Самая то для детей от 5 до 8 лет. 20-й флекс и удобный крюк-вид для детей на любой вкус. Обе клюшки от компании MadGuy уже в продаже. Хоккеисты. Хоккей сердца. Я, ну и так на скамейку потом идешь. Не, на самом деле я хотел чуть-чуть этот, чуть-чуть не затянул движение. Хотел противоход просто перевесить через него. То есть, погоди, ты получается, мы уже поняли, что для леворуких эта классика достаточно закатывался справа. Потому что у нас больше функций открывается, как бы мы можем уйти и в длинную, грубо говоря, и в дальнюю, переложить клюшку, быстро бросить вратарь, особенно, ну, не должен успеть на этот бросок. Вот. И если он далеко ушел за тобой туда, то можно резко противоход бросить. Ну, или в одну руку убрать. Там вообще мастер-акид делал, я так не умею. Это вот Миша умеет. Ну, Михаил сейчас расскажем. Михаил, кстати, забегает вперед. Один из немногих, да, кто заезжает слева при своем левом хвате. Обычно, да. Ну, скажем так, наработка, наработка. Понятно, что вы можете и так, и так. Ладно, Андрюх, давай мы добьем этот буллит до конца. Да. Ну, это чуть-чуть ты не забросил. Я ведь покажем. Добить? Да. Пойдем туда. Люди, которые прям до борта закатываются вот так вот. И едут уже вот отсюда. Грубо говоря, вылезают на ворот. Но у меня, как бы, что я хотел показать, это вот я ехал, чтобы этот, просто поднять надо и перевесить вратаря, как бы. Если он сел, то это получится. Если он, ну, в стойке так стоит, ну. Что, тогда ты тебя убираешь и стараешься броском, да? Ну, в принципе, да. Ну, давай покажем. Возьми, Антон, сядешь, пожалуйста. Дай Андрюшу почувствовать. Вот примерно так вратарей читают меня. Ну, в принципе, как бы, здесь... Да нормально все. Ну, в принципе, ты едешь сюда, уводишь его, стараешься, чтобы он этот... Ну, не надо с ним особо сближаться, если ты хочешь бросить противоход. Потому что он может выстрелить руку или просто ты попадешь в него. Ну, там не натягивать. Да, там... Там просто вот под это. Ну, надо резким каким-то движением, чтобы его качнуть чуть. Я просто, ну, медленно фигзать, как показывать. Не-не, ну, мы... Слушай, правильно, я обратил внимание, у тебя такое ярко выраженное. Ты сначала его правой штанге показываешь ближе. И потом уже... Ну, чтобы его больше качнуть, грубо говоря. Да. После я на развитии, например, я могу ошибаться, потому что там за Димой, потому что он там больше плечами и коротким дримбом. Я видел. Я видел. Да, ты здесь смотришь, широко стараешься. Ну, я стараюсь больше широко его вести, потому что у меня... У меня клюшка высокая, мне все говорят, что она как бы, ну, надо обрезать. Ну, я не знаю, вроде нормально. И как бы он... Ну, я люблю, чтобы пошире убрать его, натянуть. Да, там, если ты его сюда убираешь, неудобно, у тебя, как бы так, бросать тебе не очень легко, можно сказать. Но я его качаю сюда, чтобы он еще больше движения сюда сделал. И если у меня откроется сразу этот угол дальний, то я брошу просто в этот угол. Если нет, он успеет перекатиться, то я попробую, грубо говоря, противоход его бросить. А ты как Кузя, вот так вот едешь. Так кто? Кузя, Кузя. Кузя, Кузя. Ну да, я думаю, что лучше булит. Вот, в принципе, я таким булитом, ну, я не знаю, сколько, лет пять пользуюсь. Там, в принципе, уратаря особо нет шансов, если ты так ешь, резко руками убрал и сразу бросил. А он еще делает это на медленной скорости, то есть у него по-любому, если шайба не сойдет, он, скорее всего, забьет. Человек пять из пяти за так забил. Так, ну, мы уже знаем, что у тебя есть наработка с левого флана. Да. Рассказывай. Ну, я сначала покажешь, а потом расскажу. Я могу с красивого начать. Его, в принципе, никто не использует, но он действенный такой. Посмотрим на красивый булит. Спокойненько. Ты сейчас выдумал? Не. Я всегда его делаю, в принципе, на тренировках. Но в игре пока не делал. Это Барков так забивал. Мне, в принципе, нравится, как он исполняет. Постоянно он что-то одной рукой там делает. Вот. И там просто уводишь это одной рукой. Вратарь перемещается, и ты быстро, и, ну, пытаешься вверх. Обычно там вратарь не успевает даже перекатываться. Вот. Так зависит, как он играет. Но обычно действует такая тема. Ты же где-то так не проворачивал? Нет. Там тренер будет недоволен в Северной Америке. Таких буллитов. Хотя... Да-да-да, забивать побольше там. Можете посмотреть. Получается, в голик играть, а не в пасе. У меня, в принципе, все вот в Инстаграме я сохраняю. Там мне какие буллиты нравятся, которые забиваются, и то, что я могу исполнить. Вот. Это буллит Арвитсона, когда он играл еще в Нэшвилле. Тоже заходишь слева, там быстро перекладываешь на неудобную, на удобную и опять на неудобную. То есть там три движения получаются. Там, конечно, надо смотреть тоже, как вратарь будет играть, но если так задумал, то там уже ничего не поменяешь. Вот. Можем его попробовать. Зачем такие быстрые руки? Я как бы просто проехал, показал щиток. Надо было, да, забивать? Прямо то же самое и было. Там стоял как раз, мы играли против фарма Техаса. Играл этот вратарь Оттинджер, который вдал сейчас основной. Вот, я все время удивлялся, как он там играет. Я тоже в шоке сейчас. И как он худобин? Да, он прям так же, он прям лег и уже не успевал. Прямо такое уже было движение. Вот, тоже такое действенное. Такие действительно быстрые руки. Мы, ну, не все засняли. Мы недавно приехали с плей-офф. Еще, еще неплохо осталось. Еще вспомнится, да. Ладно, пойдемте ближе к двору. Ну, я просто чуть-чуть показал, чтобы, как бы, ну, типа, я тут тоже не просто так. Тут, в принципе, легко. Просто ты сближаешься максимально с вратарем. Уводишь руку и, ну, уже близко, что, ну, он поверит, то, что я туда буду водить или что-то делать. Я просто быстрым движением убираю и забиваю в ближний. Слушай, проси сразу вопрос. А часто у тебя вратарь клюшкой? Не часто. Вообще, кто кто хорошо играет клюшкой, они делают это, но их очень мало. Василевский постоянно играет клюшкой. А как Аскаров в клюшку играет? Обычно во время буллитов они не рискуют. Если они играют клюшкой, я вижу, то просто я им между ног стую и все. Я им просто между ног, зевьем. Главное, что перестраховаться, надо на чутком поднять шайбу, на всякий случай. Если он успеет, то лучше все время быть готовым и под перекладинку. Давай продолжим. Предположим, лучший вратарь в лидово-арене Купшина решил против тебя сыграть клюшкой. Владимир Анатольевич, уже все подтвердили, что ты лучший вратарь. То есть раз, и я вижу, он уже должен сейчас играть, а мне еще ближе надо. Я увижу, как он будет играть. То есть, да. Я не повыскому, да? Да. Да, я просто сую ему вот здесь, между. У него лезвие, рядом с лезвием. Это дождь. Надеюсь, не град, потому что не хотелось бы машину помять. Что? Машину бы не хотелось помять после града. Я, Кося, пешком хожу? Могу еще одну тему сказать. У нас тренер по вратарям Питер Будай в сборной Словакии стоял, Кубок Стэнли выигрывал. Он меня научил в этом сезоне, когда ты сближаешься с вратарем, там, 1-0 выходишь или на булите, надо клюшку все время держать вот так вот. То есть перед собой, и вратарь не знает, куда ты бросишь, что ты сделаешь. Если ты, например, будешь вот так ее вести, то есть он будет слить за шайбой. Если, например, ты вот так идешь с края особенно, ты просто пускаешь ее либо между ног, либо, то есть он не успеет никогда. Вот так вот идешь, там постоянно до додонов выскакивает, он вот так все время 1-0 идет. Я неправильно понимаю, минимум движения, да, то есть ты идешь, когда 1-0 вот так вот, ты вот так вот не делаешь, ты просто вот так вот держишь. Ты можешь в последний момент так сделать или в последний момент просто тыкнуть ее. Могу, кстати, подтвердить такую версию. Евгений Павлов, тренер один тут у нас есть в Питере, он тоже да, вроде. Да, 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 вот, он еще сколько лет назад я к нему, когда он там в Сан-Хэл завязывал, он вот прям реально так учил и всегда ехал прям с центра вот так шайбрал и перекладывая просто. И ты можешь уже как бы и движение какое-то сделать, типа уйти и все. Но он праворукий просто. Да, для вратаря это самое сложное, они не знают, куда, этот резкий бросок, они не знают, куда он пойдет. там уже находишь щелочку и туда и вверх. Здорово. Так, и тогда остается второй. Быстрые руки. Миллион, да, быстрые руки и миллион движений. Да, это были Тарвитсена, сейчас я видел Тейлор Холл начал много это делать, то есть он выходит, он делает прям такую движение, он и Бобровскому забивал в плей-офф, то есть он делает такое прям движение жесткое и он уже верит, он укатывается туда и я просто убираю. Вот, у меня буллит просто чуть побольше движения, но тоже резко. То есть я выхожу слева, я тоже всем видом показываю, что я буду бросать с неудобной, резко убираю влево, он перекатывается, то есть у него есть шанс на один перекат, и я быстро убираю и неудобные пустые забиваю. Движение рук. Быстрота. Но здесь очень важно дистанцию держать. Да, но это самое важное в буллите, мне кажется, дистанция. Ну и смотреть на его клюшку, грубо говоря, некоторые вратари просто могут там быть. если он будет сылать клюшку, то тогда уже можно им очков где-то там неудобные. Ну, хорошо, чтобы закрыть эту тему про клюшку, добью вас. Правильно я понимаю? Идите сюда поближе, открывайте микрофон. Правильно я понимаю? Вы выезжаете на вратаря, как только вы видите, что он клюшкой хочет сыграть, вы преимущественно туда ее в домик пропихнуть пытаетесь? Ну, в принципе, да. Но если ты прям уверен в своем движении, как бы чуть-чуть. Да, либо вверх под блин, потому что он вот так сует и у него все здесь открыто. Но при буллите главное смотреть тоже на вратаря. Ну, это безусловно, да. Не заморачиваться о своем движении, что ты хочешь сделать, вот так смотришь на шайбу, у меня было такое пару раз. Я заморачивался, что я буду делать и вратарь просто читал меня. Вот поэтому надо тоже смотреть на вратаря и действовать по ситуации. Да? Согласился? Хорошо. Андрюх, самые противные вратаря для тебя? Да на буллитах я бы не сказал, что плохая статистика у меня. Сейчас мы опровергли это. Два буллита, один забросил. 50% Статистика нормальная. Не, я много бил, правда, в этом году как бы не очень попадалось много. Но много бил. Блин, ну кто противный-то? На самом деле будочек он был праворуленный, ну как праворуленный получается вратарь вот такой. Вот этот Юлиус нашли. Но ему мне как-то наоборот вообще просто было как-то непонятно. Хотя казалось бы ты должен чуть-чуть потеряться, чтобы у тебя вратарь ну никак все отличаются. Но ему было прям реально легко. Не знаю, блин. Кто? Ну, наверное... Кто? Да я не знаю, блин. Короче, что у тебя не вызывают проблем? Подозрений вообще нету. Что, может, у тебя есть? У меня Шестеркин только, наверное, за всю жизнь. И я на тренировках ему никак не мог забить. То есть он как встанет в ворота там все перекроет. Не знаю, я как бы не так много участвовал с ним в буллитных сериях. Шестеркином? Да. Не в буллитных даже, а просто там броски. То есть он играет по шляпе. Я помню, года три, может два назад он приехал к нам или год даже назад. Мы с ним один раз потренировались. В хоккейном городе просто играли и тренировку потом поиграли. Но он прям сразу просто, я думаю, человек не катался, ничего. Он прям сразу дальше ловит. Я, правда, первым броском в голову бросил. Мяч не запульнул. А вы где? Ну вот, но прям реально ему сложно забить. Он как-то позицию всегда выбирает, то есть по шайбе и прям тебе, блин, особо так некуда бросить. Так надо прям выцеливать и так хлест бросать. Вот. По броскам и по буллитным, конечно. Ну, они поэтому и лучше у нас, лучшие вратари в России и в мире. Ну ладно, Андрюх, ты, кстати, упомянул, действительно, вот когда вы выходите и видите, что вратари, ну, окаянный, назовем это так. То есть у него ловушка не в левой руке, а в правой. Вот эти корректировки вносите? Ну, я больше, на самом деле, там аж 15-й, то что ты это раскачиваешь, а у него ты здесь уже не блин, да, да, да. Но суть в том, вот этом движении, грубое, кузнецовое движение, отбираешь клюшкой и, ну, вратарю не успеть туда, даже там ловушка, блин, там еще что-то, ну, как бы, особо не успеть ему, если ты правильно едешь по линии. А я больше остерегался его клюшки, когда он, ну, другой вратарь, потому что вроде как будешь делать свое движение, а ему, грубо говоря, легче как-то с другой стороны выбить это. Да, как бы, такого, чтобы прям что-то нестандартное они делали, нет. А у тебя же сам как? Да, то же сам? Да, да. Ну, я больше под ловушку стараюсь бросать, когда праворукий, вот, особенно вверху, наверное. То есть, когда я выхожу там слева, я все время под ловушку бросаю. То есть, получается, если он здесь вверху, то... Если, например, два в один мы идем, то я ему прям, да, буду туда бросать. Ну, или в этот, под ловушку. Вот. И, а если на смене типа позиций, если я вхожу в зону, там, вот так вот еду, еду в центр смещаюсь, то я ему буду вот сюда под блин бросать. Спасибо, Миша. Не убил. Ну, что, смещается, смещается. Ну, просто праворуки так все время забивают, они смещаются, и вот под блин леворуким. Я что-то им всегда завидовал так. Красиво получалось на них забивать, да. Под блин тоже хотел все время. Ладно, пацаны, спасибо вам большое за обучалку по булитам. Я надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр и хоккей-ферсы.